Всем привет! Недавно по делам заходил в Российскую Академию Наук и вспомнил одну давнюю историю, даже не историю, а одну вдохновляющую любого молодого ученого фразу. Я всегда ее вспоминаю, когда бываю там. Дело было 30 лет назад, когда я только поступил в аспирантуру. Мне назначили научного руководителя, который помимо научного руководства моей работой еще и делился со мной своим жизненным опытом и учил меня премудростям жизни вообще и научной жизни в частности. И вот однажды ему по работе необходимо было съездить в Академию Наук и отвезти туда какие-то отчеты. Чтобы ему было веселей и легче, он взял меня с собой в качестве носильщика этих самых отчетов. Когда мы подходили к Академии Наук, научный руководитель рассказывал мне, как он некогда работал в Академии научным сотрудником, рассказывал с кем работал, с кем встречался во время работы, называя фамилии известнейших ученых. И завершая свой рассказ, он в качестве наставления и произнес эту фразу, которую я всегда вспоминаю, бывая в Академии. Звучала она следующим образом. Даже если ты зашел поссать в Академию Наук, ты уже на шаг приблизился к науке. И в этой фразе есть сермяжная правда жизни. Ведь просто так в Академию Наук никто не заходит. Туда заходят люди, уже имеющие какое-то отношение к науке, даже если они зашли туда в качестве курьера, привезшего чьи-то отчеты. Все дороги ведут в Рим. И если ты серьезно занимаешься каким-то делом, причем абсолютно любым, то сама судьба приведет тебя в главную мекку твоей работы, твоего творчества. Если ты серьезный программист, то обязательно попадешь в Силиконовую долину, может на конференцию, где обязательно встретишься со своими именитыми коллегами. Если ты врач, то обязательно встретишься с корифеями твоей профессии на каком-нибудь симпозиуме. Если ты серьезный рок-н-ролльщик, то обязательно будешь выступать с именитыми музыкантами на рок-фестивалях, а встреча с которыми раньше мог только мечтать. Можешь даже попасть в зал славы рок-н-ролла, как минимум в качестве посетителя, а в идеале в качестве почетного члена. А если ты поставил задачу стать известным ученым, то обязательно когда-нибудь попадешь в Академию наук в качестве академика. И поэтому даже заход в туалет Академии наук это вам уже не шуточки какие-нибудь, а очень серьезное заявление о намерениях стать ученым. Вот такие вот воспоминания. Всем пока.